В прямом эфире вечерний выпуск новостей в студии Кристины Сорокина. Здравствуйте! Чем запомнился этот день? Расскажем ближайшие полчаса, а пока коротко о главном. Зима продолжается, машины и люди работают. Как коммунальщики справляются с расчисткой городских улиц? Сделано на Кубани. Теперь так можно будет сказать и о мебели для школ и детских садов. Куб ГТУ представляет. Надеюсь, что те работы, которые сегодня мы видим, они будут реализованы в городе Краснодаре. Международный фестиваль Дни архитектуры стартовал в Краевой столице. На круги своя. Ковид-центры в Краснодаре переквалифицируются. Сегодня сотрудники госпиталя переходят в свой обычный режим. Посмотрим, как это происходит. Несмотря на минусовую температуру и снег, футбольный матч состоялся. Краснодар встретился с хорватским «Динамо Загреб» в одной 16-й Лиге Европы. Соперники «Быков» уже уверенно выиграли свою группу в Евро-турнире, а черно-зеленые вышли с третьего места в Лиге чемпионов. Футбольный вечер для фанатов в самом разгаре. Им до начала матча не было холодно. Мы спросили, с каким настроем они пришли на стадион. Приехал из города Орел болеть за местную команду ФК Краснодар. Я единственную команду играющую в Еврокубке. Ваш прогноз? Думаю, что победа. Я думаю, наши победят. 3-1 в Краснотару ехали. Я буквально в дороге был, приехал, сразу пошел билеты купить. В Камчатке. Да, с Камчатской. Специально на матч, представляете? Я надеюсь, что на прогноз, наверное, всем больший счет не будет. 2-1. Мне только, что 2-1 Краснодар будет. Однозначно ожидание от матча. Я думаю, что счет будет 2-0, либо 2-1 в нашу пользу. И хотел бы пожелать удачи, в первую очередь, нашим «Быкам», нашим красавцам, нашим футболистам, чтобы они показали хорошую, достойную игру. За вас вся Россия, за вас Краснодар, за вас все. Ура! Встреча весомая, в первую очередь, для самих игроков. О результатах встречи мы с вами узнаем немного позже. Погода в этом году похожа на сказку маршака. 12 месяцев только за последние дни мы несколько раз повстречали весну и зиму. Причем студеная пора оказалась такой насыщенной осадками, что синоптики зафиксировали до 75 сантиметров снега. А с утра Краснодар снова припорошила, но уже достаточно умеренно. Столбик термометра днем показывал минус 7 градусов, ночью ожидается до минус 5. Завтра кубанскую столицу порадует облачная погода без осадков. Днем воздух прогреется до нуля градусов по Цельсию. В усиленном режиме продолжают краснодарские коммунальщики борьбу со снегом. Проезжие части, магистрали, подъездные пути, автобусные остановки и тротуары. С раннего утра трудятся и снегоуборочные машины, и люди в оранжевых жилетах. Только за минувшие 24 часа под ковши и лопаты попали более трех с половиной сотен участков. Но расчистить их мало. Обработать от скользкой наледи – вот вторая не менее важная задача. 900 тонн песко-соляной смеси было использовано за сутки. В списке первоочередных – подъезды и подходы к социальным объектам, магистральные улицы и маршруты школьных автобусов. Ситуацию на контроле держат специалисты Центра мониторинга дорожного движения и Единой дежурной диспетчерской службы. К слову о погоде на Кубани. Губернатор Краснодарского края проинспектировал, как идут восстановительные работы в Сочи после обильного снегопада. Вчера в городе произошли аварии из-за налипания на провода мокрого снега. Без электричества на данный момент остаются около 8 тысяч человек в горных районах. Ремонтные работы продолжаются. По словам мэра Сочи, к вечеру электроснабжение возобновят. Узнать в Сочи при том количестве снега, который выпадает, и мы ехали, он падал, и сейчас падает, то, конечно, с трудом можно сказать, что мы находимся в Сочи. Поэтому, Алексей Сергеевич, я бы хотел сейчас, чтобы вы кратко доложили о ситуации. Сегодня в Сочи я знаю, что прошли порывы электричества. Какие меры вами предприняты для того, чтобы купировать последствия снегопада? Потому что, еще раз подчеркиваю, жизнь людей и жизнедеятельность Сочи ни в коем случае не должна быть остановлена. Сегодня все, что касается водоснабжения, электроэнергии, тепла во всех домах подключили. Здесь, благодаря слаженной работе команды, и вторые сутки, и Кубань Энерго, и все эти представители МЧС работают. На ночь мы готовим еще 30 аварийных бригад Россетей, и уже дополнительные 61 технику перекидываем уже в Козинский район. Я думаю, что к вечеру все вопросы мы урегулируем. Алексей Сергеевич, я вас спрошу, держите на контроле ежечасную ситуацию, ежечасную ситуацию жизнедеятельности города. Понятно, снегопад вносит коррективы, конечно, в ритм жизни людей, но комфорт, комфорт, он ни в коем случае не должен быть подвержен. Никаким стихийным явлением. Вениамин Кондратьев поручил мобилизовать все экстренные и коммунальные службы. Кроме этого, на расчистку улиц вышли 94 спецмашины. С раннего утра ведется уборка дорог от снега в горных населенных пунктах. Несмотря на сложные погодные условия в Сочи, губернатор продолжил свой рабочий объезд по городу. Вениамин Кондратьев посетил мусорно-перегрузочную станцию. Там готовятся запустить сортировочную линию, а в будущем планируют заняться переработкой отходов с применением роботов. Почему новые технологии помогут не только Сочи, но и Белореченскому району, расскажем в следующем материале. До 900 тонн каждый день на эту перегрузочную площадку стекается мусор со всего Сочи. Сейчас здесь тестируют сортировочную линию, чтобы разделять курортные отходы. Органику от бумаги, пластик от стекла. Это самая простая линия, которая отделяет органику от неорганики. Значит, производительность 30 тонн в час. Отходы, суточная норма захода отхода приблизительно 700. То есть обеспечивает полное отделение органических отходов от органических в течение суток. Вот это вот грохот. Мы не подробуем, какие они поступают, какие они выходят. Дальше вот здесь вот они выходят. И попадают в пресс-компактор. В пресс-компактор, то есть они на землю не попадают. И пресс-компактор загружается и везется на Белореченский полигон. Почти весь мусор отсюда потом перевозят для захоронения на полигон в Белореченском районе. Это около 300 километров. Площадка и так уже переполнена. А с такими объемами рано или поздно забьется любая, даже самая современная свалка. Одно дело услышать на совещании, другое дело увидеть своими глазами. Увидел, понимаю. И теперь давайте обсудим, как нам максимально быстро реализовать, чтобы вот эта площадка была и сортировочной площадкой, и площадкой по переработке мусора. Еще раз говорю, стратегическая задача, чтобы 20% мусора, в целом, от мусора, который собирается в Сочи, вот этот хвост, ну не превышал 20%. Неважно, это будет Белореченский полигон, это ли будет новый полигон, который мы построим. 20% количество мусора огромное. Если сортировочная линия, которую показали губернатору, модель довольно простая, то в будущем здесь планируют, что мусор станут разбирать роботы и нейронные сети. Сортировать можно оптически, значит, сортировать можно за счет воздушных сепараторов, то есть идет отбор. Даже вот этот сепаратор, он позволяет сегодня там убрать органическую фракцию. Сортировка идет, начиная от пленки, то есть определяется, что такое пленка, либо это там объемные изделия. Разорвать мусорные узы между Сочи и Белореченском – одна из давних и важных задач перед жилищно-коммунальным комплексом региона. Разгрузить свалки и при этом сохранить экологию возможно только при создании комплексов по переработке отходов. Я не стал ломать график сегодняшний из-за непогоды и прилетел, чтобы посмотреть вот эту площадку, на перегрузочную площадку. Коллеги, сегодня это просто перегрузочная площадка по улице водораздельной. Но я очень надеюсь, что эта перегрузочная площадка превратится в сортировочный комплекс и перерабатывающий комплекс в городе Сочи. Очень на это надеюсь. И очень надеюсь, что это произойдет в этом году. Поэтому, пожалуйста, вот, Андрей Борисович, подготовьте это соглашение с ответственностью еще раз по чему-то сторон, со стороны и Андрея Борисовича, и нашей. И я надеюсь, что все-таки в этом году это произойдет. Это очень важно, коллеги, еще для жителей Белореченска. Еще раз подчеркну, для жителей Белореченска, что 20% всего лишь навсего от объема мусора, который в Сочи собирается, будет увозиться на Белореческий полигон. Пока. А потом, а потом на новый полигон, который мы построим. Но даже 20%, коллеги, это в 5 раз меньше. В 5 раз меньше того объема мусора, который сегодня выводится на Белореческий полигон. И если этого мы добьемся совместными усилиями, то проблема, отчасти уже очень серьезная проблема и Белореческого полигона, и утилизации твердых бытовых отходов в Сочи, она уже будет на пути точно разрешения. Сочинская перегрузочная площадка в перспективе должна превратиться в место, где отходы будут становиться полезными. Например, из автомобильных шин могут делать покрытие для спортивных площадок, а из пластика гранулы для тротуарной плитки. Новые технологии в Сочи уже добрались и до мусорных контейнеров. Специальные датчики в реальном времени следят за количеством отходов в баках. У нас была создана специальная автоматизированная система контроля, которая установлена на каждой контейнерной площадке. Плюс в 2020 году мы установили новых 300 контейнерных площадок, и в этом году уже приобрели 1900. В течение года их всех постепенно заводом заключили договор, по мере изготовления сразу доставляют сюда и мы устанавливаем. Проводится большая работа. Вот они по скромничали, мне сказали, что они разработали новую концепцию контейнерных площадок, современных, отвечающих, красивые, удобные, практичные. И они закупили такие контейнерные площадки, они закупают такие бачки. Алексей Сергеевич, я вам благодарен за то, что сегодня на самом деле в городе разительные изменения в части именно улучшения уборки мусора. В городе становится чище, это объективно. Понятно, что где-то есть и проблемы, безусловно, но без них невозможно. Но уже, еще раз хочу повториться, вы абсолютно правы, город становится чище. Работает система, в том числе и мусорные баки, которые современные закупили. Это действительно уже те шаги, которые город уже давно нуждался. Давно нуждался. И сегодня, благодаря вам, эти шаги, с точки зрения именно качества уборки мусора, они уже не делаются, а уже сделаны. Инновация – одна из частей мусорной реформы в Краснодарском крае. По сути, губернатору пришлось полностью перестраивать на Кубани всю систему обращения с отходами. Для меня принципиально важно, чтобы оригинальным операторам была такая компания, которая будет инвестировать в строительство и перерабатывающих заводов, и сортировочных заводов. А если она просто хочет строить полигоны, что тоже важно, это предусмотрено законодательством. Но еще раз подчеркиваю, даже самых современных полигонов нам не хватит. У нас нет у курорта, как края курорта земли, вот такое количество полигонов, которые под себя оставляют и жители, и туристы. Поэтому самое главное и основное условие, еще раз подчеркиваю, региональным оператором будет та компания, которая готова инвестировать в строительство мусороперерабатывающих и мусорослотировочных заводов. В противном случае просто быть региональным оператором, ну нет смысла. Заниматься уборкой мусора можно, но это неэффективно. И сегодня нам вот такой региональный оператор не нужен. Еще раз подчеркиваю, это моя позиция. Должен быть тот региональный оператор на всех пяти зонах, который готов инвестировать и в мусоропереработку, и в мусорослотировку. Ежегодно на Кубани получают около 2,5 миллионов тонн отходов. Тему мусорной реформы губернатор держит на личном контроле. На прошлой неделе глава региона уже проводил совещание по реализации программы. Сочи стал первым местом, где Вениамин Кондратьев проверил, как она воплощается в жизнь. Вернемся к городским темам. Мебель для краснодарских школ и детских садов смогут собирать на городских предприятиях. Реализацию такой идеи глава краевой столицы Евгений Первышев обсудил с генеральным директором деревообрабатывающей фабрики. Для этого необходимо объединить вместе несколько мебельщиков. Продолжит тему Денис Сенькин. Цех по обработке пиломатериалов. Что вам приходит в голову, когда вы слышите это словосочетание? Древесина, опилки, шумная, острая, циркулярная пила. И никак в один ряд вы не поставите такое модное и современное слово, как каворкинг. А именно его и собираются создать на одном из краснодарских предприятий. Суть такого каворкинг-центра – объединить под одной крышей сразу нескольких краснодарских производителей мебели. И вот один из складов, вот этот, мы выделяем под новый торговый зал, который будет как раз ориентирован на вот этот каворкинг, на вот это вот взаимодействие с мебельщиками, которые будут приходить сюда со своими заказчиками. По словам автора идеи, генерального директора компании, на территории которой и откроется такое общественное пространство, небольшие мебельные фабрики смогут существенно снизить издержки производства. Вы несете затраты на содержание пил своих стареньких. Их надо обслуживать, их надо затачивать пилом. Вы там держите дополнительные помещения для разгрузки, для выгрузки. Я говорю, я возьму все это на себя. Проще говоря, любой производитель мебели, даже не имея специального оборудования для распила и обработки древесины, сможет на выгодных условиях подготовить материал для последующей сборки стола, комода и всего, что душе угодно. Правильно, не нарушить мебели бизнеса. Да, 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 совершенно верно. Работая уже на развитие малого и среднего бизнеса, предпринимателей, которые занимаются уже непосредственно сборкой мебели на местах и доведением ее уже непосредственно до клиентов, это отличное направление для города Краснодара. И еще одно направление для развития бизнеса предложил глава города. Компания может совместно с теми производителями мебели, которые разместятся в будущем каворкинг-центре, наладить сборку столов, парцшкафов и другого оборудования для школ и детских садов Краснодара. Задача, которую поставил перед нами губернатор, чтобы все, что строится, она оснащалась мебельным оборудованием и другими всеми сопутствующими материалами. Желательно, чтобы это было 100% сделано на Кубани, либо производители располагались непосредственно в Краснодаре и Краснодарском крае. Благодаря сотрудничеству с местными производителями сократится путь и время на доставку готовой мебели в школы и детсады. А значит и уменьшатся риски по задержкам, которые происходят в тех случаях, когда мебель везут из других регионов. Денис Сенькин, Михаил Дроздов, телекомпания «Краснодар». Прямо сейчас реклама, сразу после нее продолжим. Не переключайтесь, впереди еще много интересного. Куб ГТУ представляет. Надеюсь, что те работы, которые сегодня мы видим, они будут реализованы в городе Краснодаре. Международный фестиваль «Дни архитектуры» стартовал в краевой столице. На круги своя, ковид-центры в Краснодаре переквалифицируются. Сегодня сотрудники госпиталя переходят в свой обычный режим. Посмотрим, как это происходит. Экспедиция длиной в год. Знаменитый кубанский путешественник вновь покоряет. Какой путь намеревается преодолеть Константин Мержоев? Это «Краснодар сегодня». Мы продолжаем. Спасибо, что вы остались с нами. А вы за то, чтобы архитектура Краснодара жила? Я обеими руками за. Ведь исторические здания, которых немало в краевой столице, вдохновляют на новые мечты, цели и достижения. И сейчас речь не только о них. Речь о связи времен. Она прослеживается не только на архитектурных сооружениях. Она передается из поколения в поколение. Обо всем подробнее прямо сейчас расскажет моя коллега Милана Урусова. Идешь по улицам краевой столицы, вдыхаешь морозный свежий воздух, вслушиваешься в хруст снега под ногами и невольно погружаешься в зимнюю сказку. Такая погода вдохновляет. Это отметила и глава Краснодара. Этим утром он принял участие в открытии международного фестиваля Дни архитектуры. Мероприятие проходит ежегодно в стенах Кубанского государственного технологического университета. На улице снег. И можно сказать, что на архитектуру города вообще можно посмотреть совершенно другим взглядом. И может быть погодные условия вдохнут вас в другое еще настроение, позволят вам раскрыться и сделать еще множество интересных работ. Я за то, чтобы архитектура жила. И чем больше будет у нас хороших идей, талантливых ребят, тем больше будет вклад в развитие города Краснодара. Сегодня очень важный для нашего университета день. Мы чествуем нашего великого ученого, великого педагога Титова Александра Васильевича. Он был очень яркой личностью. Оле 40 лет преподавал в нашем вузе, заведовал кафедрой. И подготовил массу специалистов, которые работают сейчас на благо нашей Родины и на благо нашего Краснодарского края, города Краснодара. Новые проекты, новые разработки, совсем непривычное мышление. Все это можно соединить в одно слово – талант. И им, несомненно, обладает учащаяся политеха, которым из года в год удается удивить зрителей. Глядя на их работы, все чаще присутствующим хотелось говорить о связи времен. А ведь она отражается не только на архитектурных сооружениях. Она передается из поколения в поколение. К счастью, у нашей молодежи есть на кого равняться, с кого брать пример, чьей памяти быть достойным. Сейчас я об Александре Васильевиче Титове, одном из талантливейших кубанских архитекторов. По его проектам в Краснодаре были реконструированы, разрушены в годы войны здания театра драмы, кинотеатра «Кубань», построены здания дома советов, театра «Оперетты», первые девятиэтажные жилые дома на улицах «Красный» мира, гостиница «Кавказ» и другие. Когда мы окунулись этой инициативной группой в тот масштабный тома, которые были им знаны, мы удивились. Вот слушайтесь цифры. 654 томов личного дела, 27 наиболее значимых реализованных объектов, в том числе на территории города Краснодара. Это не было компьютерной техники, не было сети интернет, не было смартфонов, не было ничего. По сути, работа была рукопашна. Имя человека у достойного почетного звания «Заслуженный архитектор РСФСР» теперь носят кафедры архитектуры гражданских и промышленных зданий в КубГТУ. Хочется, чтобы у Зодчева было как можно больше не менее талантливых последователей. Это Вячеслав Микора, студент четвертого курса. Вместе с одногруппником разрабатывал концепцию театра больше двух месяцев. Это театральный комплекс на тысячу мест, там есть подземная парковка, сам театральный комплекс, малый зал, буфет. На втором этаже, на первом этаже присутствует ресторан, на визуализации нет. На генплане можно увидеть. Это у нас была задача совместить старую застройку города на Красной. Именно 19-18 века, то есть кирпичные здания и что-то современное. Это мы делали год назад. И с нынешним опытом ты понимаешь, там есть какие-то недоработки, ты видишь какие-то нюансы, и можно кое-что доделать, исправить. Словом, здесь немало людей, которым есть что показать, которые хотят и могут менять наш город к лучшему. Надеюсь, что те работы, которые сегодня мы видим, они будут реализованы в городе Краснодаре. Во второй тур смотр конкурса лучших студенческих работ прошли около сотни проектов. Около десяти из них в скором времени отправятся в экспоград. Победителям вручат медали имени Александра Титова. В политехе, к слову, проходит одновременно и другое мероприятие. Это архитектурный воркшоп по выбору проекта для благоустройства кампуса ВУЗа. И в этом году приурочены они оба к вековому юбилею талантливейшего архитектора. Милана Урсова, Андрей Тахмаков и Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». Молодые люди на Кубани талантливы во всем. Не только в архитектуре, но и, например, в бизнесе. Власти Краснодарского края уже давно сделали ставку на подрастающее поколение бизнесменов. Это они креативят, выдумывают, выводят наш регион на новый уровень. Но поддерживать эти неординарные идеи нужно не только словом, но и финансами. И в ближайшее время на Кубани будет доступен льготный заим для стартаперов. Для этого из бюджета выделят 500 миллионов рублей. Но это чуть позже. А тем временем в Краснодаре уже есть центры развития предпринимательства, которые пользуются популярностью и доверием у тех самых начинающих предпринимателей. Надо сказать, что для тех, кто только начинает бизнес или хочет себя попробовать в этом направлении, мер поддержки на самом деле сегодня есть большое количество. Есть из чего выбрать. Муниципальный центр развития предпринимательства «Платформа» – это одно из направлений, которым можно воспользоваться. Если вы только планируете свой бизнес, у вас, допустим, есть какая-то бизнес-модель, ее можно протестировать. Помимо этого в муниципальном центре развития предпринимательства есть программа обучения специально для тех, кто имеет статус безработного, но планирует открыть собственное дело. Центр готов отправить на профильное обучение и переподготовку всех желающих. А это уже не старт с нуля, а старт с хорошим проработанным бизнес-планом под руководством специалистов. А теперь перейдем к коронавирусной статистике. В краевой столице за сутки зарегистрировали 55 случаев заражения COVID-19. Всего по краю 169 положительных результатов. Среди заболевших – 15-летний подросток, а самому старшему пациенту – 88 лет. Напоминаю, что в группе повышенного риска находятся люди пожилого возраста. Врачи советуют по возможности им чаще оставаться дома. Даже несмотря на то, что ситуация с распространением инфекции стабилизируется. О положительной динамике говорят цифры. За последние сутки с выздоровлением выписан 271 пациент. Более 3,5 тысяч жителей края проходят лечение на дому. А это значит, что болезнь протекает в легкой форме. О стабилизации ситуации по коронавирусу говорят и другие факты. Ковидные и лечебные учреждения начинают возвращаться в свой привычный режим. Вот и сегодня клинический госпиталь для ветеранов войн начал принимать пациентов с различной патологией, а не только с коронавирусной инфекцией. Подробнее расскажет моя коллега Оксана Яхимович. Этот госпиталь ветеранов войн в период пандемии в прошлом году был перепрофилирован в ковидный. 400 из 700 коек принимали пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако сегодня сотрудники госпиталя переходят в свой обычный режим. Посмотрим, как это происходит. Клинический госпиталь для ветеранов войн – это ведущее учреждение края по лечению ветеранов и приравненных к ним по льготам лиц. А в ноябре прошлого года он подключился к приему больных опасной коронавирусной инфекцией. Для этого всего за месяц на территории лечебного учреждения смонтировали специальную кислородную станцию. Благодаря этой станции больные все время дышали кислородом. Это их спасало. А еще и то, что палаты оборудованы всем необходимым для качественного лечения пациентов. Каждая палата оснащена современным оборудованием. Это бактерицидная лампа, система для подачи воздуха. И возле каждой кровати имеется вот такая кнопка вызова персонала. А еще в каждой палате установлено вот такое вот устройство современное для подачи кислорода. Это очень важно в период распространения коронавирусной инфекции. Но сегодня благодаря эпид-мероприятиям и соблюдению санитарных требований жителями ситуация в регионе стабилизируется. И в отношении госпиталя принято решение его возвращения к прежнему режиму. Ну это не просто возвращение. Это нужно было и закрыть госпиталь, провести определенные мероприятия. И с 3 февраля был изнан приказ Министерства здравоохранения Краснодарского края. Центром гигиены и эпидемиологии, федеральным центром, были проведены вся дезинфекция всех помещений госпиталя и оборудования. Были проведены лабораторные диагностики помещений, чтобы здесь не осталось коронавирусной инфекции. Тем не менее, в лечебном учреждении продолжают оставаться в приоритете маски, санитайзеры, перчатки и социальная дистанция. А еще госпиталь взял курс на работу по реабилитации пожилых людей, пострадавших от коронавируса. Госпиталь перепрофилирован снова в госпиталь ветеранов. Мы очень рады этому, и наши пациенты рады. Уже первые пациенты приехали, уже получают обследование и лечение. Госпиталь обладает очень мощной лечебно-диагностической базой, поэтому пациенты с удовольствием приезжают и лечатся. Сегодня люди в белых халатах лечат патологии не только ветеранов боевых действий, но и в целом жителей Кубани пожилого возраста. И все они очень ждали, что госпиталь вновь откроет свои двери не только для пациентов с COVID-19. Ну, наверное, все-таки это какая-то большая семья, как и сотрудники госпиталя, так и, так сказать, постояльцы этого госпиталя. Сергей Иванович, большая заслуга, конечно, его, то, что этот госпиталь функционирует и функционирует нормально. Он непосредственно принимает участие в жизни госпиталя и как руководитель, и просто как человек. Как бывший военнослужащий прохожу и плановую госпитализацию, и внеплановую, потому что бывает, что здоровье подводят. Поэтому очень доволен. На самом деле, это очень хороший на сегодня качественный госпиталь и предоставляет качественные медицинские услуги. Возвращение госпиталя для ветеранов войн в доковидный режим – это не просто шаг к прежней жизни его сотрудников и пациентов, но и всех нас. Тех, кто так и ждет, что слово «коронавирус» будет звучать все реже и реже. Оксана Ехимович, Михаил Дроздов и Александр Сенников, телекомпания «Краснодар». Идем далее. И на Чукотке помнят Константина Мержоева. Выдающийся российский путешественник вновь отправляется в экспедицию под названием «Россия-2021». В долгий путь путешественник, повидавший разные уголки мира от Австралии до Чукотки, отправится, конечно же, не один. В команде пятеро кубанцев путь длиной в 35 тысяч километров они рассчитывают пройти за 283 дня. Но погода непредсказуема, поэтому путешествие может растянуться на год. Старт экспедиции назначен на 3 марта из города Сочи, из Сириуса. И оттуда на велосипедах проедем вдоль Черноморского побережья. Далее Крым полностью объедем по его границам. Выйдем опять в Краснодарский край и вдоль западных границ Российской Федерации на велосипедах проедем до города Мурманск. Из города Мурманск команда пройдет на ледоколе по Северному морскому пути до Владивостока. Далее следующий этап экспедиции это автомобильный. И на автомобилях проедем от Владивостока до поселка Монды, который находится у озера Байкал. Ближе всего и более знаменитый поселок это Слюдянка. Потому что он стоит прямо на дороге и как бы все его знают. Но это мы уходим вглубь Саян и там есть населенный пункт под названием Монды. Оттуда начинается пешеходный этап. Он пройдет полностью через весь хребет Большой Саян и выйдет к озеру Белин. И от озера Белин будет сплав по реке Кахем, Енисей до Кызыва. Это столица Тывы. И потом от Тывы опять на велосипедах вдоль южных границ Российской Федерации до Дербента, Дагестан. Далее уйдем в горы, проедем по горам, по границам, скажем так, уже западным нашей страны. Будет Дагестан, Чеченская республика, республика Ингушетия, Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаева-Черкесия. И в поселке Архыс велосипедный этап закончится. Далее будет пешком через Кавказский биосферный заповедник обратно в Сочи. Маршрут участников сложный. Скалы, долгие подъемы, водные пороги. А за спиной тяжелый рюкзак. Завершат маршрут путешественники по плану к концу декабря. Пожелаем им удачи и побольше погожих дней. Кстати, чтобы увидеть красоту вокруг, не обязательно ехать так далеко и так надолго. Глотнуть свежего воздуха после шумного Краснодара, услышать пение домашней птицы и просто насладиться загородной тишиной. А еще познакомиться с местными жителями, побывать у них в гостях и отведать вкусных пельменей. И это не только. Сможете, если не сами, то в компании с программой «Экскурсионный Краснодар». Поселок Дорожный. Именно туда отправился наш телегид Михаил Молчанов. Очередной выпуск смотрите в эфире нашего телеканала. А еще на сайте, на страницах в социальных сетях, а также на YouTube-канале «Ваш Краснодар». На этом наш эфир подошел к концу. Свежими фактами поделимся завтра в 13.30. А пока идут съемки и наши корреспонденты готовят свои материалы, заходите в наше мобильное приложение. Скачать его можно в App Store и в Google Play. А можно еще проще. Прямо сейчас наведите телефон на QR-код. Все новости и любимые программы всегда будут под рукой, а точнее в руке. Заходите и смотрите. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра на Главном городском. Редактор субтитров А.Семкин